Мальчики возвращаются. В Карачаево-Черкесии бывшие зеки, воевавшие в Украине, открыли стрельбу по наряду полиции. Два сотрудника МВД погибли на месте. Третий госпитализирован. Нападавший похитил табельное оружие и боеприпасы к нему, после чего скрылся. Подозреваемые – участники ЧВК Вагнера, сидевшие на зоне, но помилованные Путиным за согласие убивать украинцев. Лицо новой элиты России, о которой говорит Путин. Алексей Серов сидел в колонии за убийство. Получил помилование от Путина за убийство украинцев на СВО. Вернулся в Россию, познакомился с женщиной, поссорился по пьяни, убил, расчленил и упаковал в чемодан. В квартире в Никольском Ленинградская область его задержали. И теперь он имеет еще один шанс в составе российской армии отправиться убивать украинцев. А дальше снова можно расчленять россиянок. Это факт. В Подмосковье участник войны в Украине, сидевший за склонение подростков к суициду, теперь рассказывает школьникам о патриотизме. Сейчас он приходит к школьникам. Заметка о его патриотической лекции. В школе номер один в Кутельниках появилось на сайте общество ветеранов боевое братство. Представляете, кошмар. В Рязани военные избили местного жителя, приняв его за диверсанта. Руслан Хаматов катался на новом мотоцикле. Его остановили вооруженные люди в форме, досмотрели, решили, что он шпион, из-за подписки на телеграм-канал, который им показался украинским. Мужчину сильно избили и даже попытались оторвать ухо пассатижами. А когда поняли, что ошиблись и никакой он не шпион, приказали молчать и сообщить всем, что он якобы упал с мотоцикла. У мужчины перелом глазницы, носа и ребер. Контузия левого глаза, пневмоторакс, ушибы. Руслан написал заявление в полицию. Военных уже задержали. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Мать погибшего освободителя. Жалуются, что его девушка вынесла из квартиры всю мебель. Я мать погибшего солдата на военной операции Тарасова Людмила Александровна. Мой сын Тарасов Александр 19 февраля погиб на СВО. У него осталась квартира. В эту квартиру он пустил пожить свою девушку, пока он будет находиться на военной операции. 19 января мой сын погиб. После всего этого, мне прошло еще 40 дней, его девушка вынесла всю мебель с его квартиры. У нее сын погиб, а она за мебель переживает. А в гараже теперь стоит моя белая лада. В Саратовской области бюджетников заставляют отдавать ежедневный заработок на нужды войны. Сотрудников детских садов, библиотек и школ Балашеве принуждают работать один день бесплатно. Люди боятся отказываться, так как это самое несогласие нужно выражать публично. Ну и, соответственно, они боятся, что их как-то за это будут наказывать. А в Дагестане детей обяжут делать окопные свечи и плести маскировочные сети для фронта на уроках труда. Министр образования и науки Дагестана считает, что это будет способствовать патриотическому воспитанию учеников. Вот так в войну втягивают даже детей. Вот смешно, как в детском саду просто. Палата представителей одобрила 61 миллиард долларов помощи Украине. Конфискацию замороженных российских резервов и передачу ВСУ ракет Атакамс. Ракета Атакамс, напомню, расшифровывается как «Прощай, Крымский мост». Алкоголик Медведев в порыве этиловой ярости назвал представителей американского народа «Господи, благослови Америку». Украина атаковала старейший корабль военно-морского флота России. Об этом заявил спикер военно-морских сил вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Речь идет о спасательном судне «Комуна», которое базировалось в Севастополе. По словам Плетенчука, атаки по кораблям в оккупированном Крыму будут продолжаться. Подробнее об этом расскажет Константин Корней. Удро на причале номер 14 в оккупированном Севастополе началось со взрывов. Назначенный Кремлем губернатор города Михаил Развожаев заявил, что это российское ПВО отражало украинскую атаку. При этом Развожаев упомянул, что на одном из кораблей российского флота началось небольшое возгорание из-за упавших обломков. В свою очередь спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, российское спасательное судно «Комуна» прилетела украинская ракета. Мы его немного декоммунизировали. Характер повреждений сейчас устанавливается. На данный момент мы можем сказать, что корабль небоеспособен, и это однозначно. И, скорее всего, ему необходим долговременный ремонт, который они вряд ли смогут совершить до конца этой войны. Корабль «Комуна» — старейшее судно в мире, которое до сих пор выполняет боевые задачи. Заложено оно было еще во времена Российской империи. Тогда дочь императора Николая II Мария Николаевна назвала корабль «Волхов». Советская власть переименовала его в «Комунну». По заявлениям российской пропаганды, корпус «Комунны» выполнен из так называемой «особой путиловской стали». Способ изготовления, который ныне утрачен. Якобы благодаря ей корабль не подвергается коррозии. По легенде, перед постройкой судна сталь для него полгода вымачивали в пинских болотах Белоруссии. За сто лет соленая морская вода так и не смогла проесть металл. Однако, по словам специалистов российского государственного архива, «Комуна» построена из обычной стали того времени. А свои так называемые чудотворные антикоррозийные свойства металл получил в результате воронения. Я могу подтвердить, что этот корабль за свою историю неоднократно проходил разнообразные ремонты. Как корпуса, так и оборудования. Он в каком-то смысле был достаточно неплохим образцом кораблестроения, учитывая, что его не списывали так долго. Но, кроме того, его, конечно, не списывали так долго, потому что иначе нужно было бы вкладывать деньги в другой корабль. А пока этот работал, то почему бы и не продлять ему срок эксплуатации. Основная задача «Комунны» — спасение подводных лодок. Благодаря своей конструкции судно способно размещать подлодку между арочных ферм своего корпуса для проведения ремонта. С помощью крановых устройств «Комуна» может оперативно поднять поврежденное судно с морского дна. Во второй половине 20 века спасательный корабль претерпел несколько модернизаций. Из-за увеличившихся размеров субмарин «Комуна» уже не могла их поднимать, поэтому судно переоборудовали для работы с глубоководными спасательными аппаратами. Одной из последних миссий «Комунны» было обследование места гибели крейсера «Москва», затонувшего через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на его достаточно большой возраст, это судно выполняло различные задачи. Оно обслуживало подводные лодки из состава Черноморского флота России. Оно использовало достаточно современные дроны нероссийского производства. Подводные дроны, которые они использовали для проведения разнообразных действий в Черном море. И именно это судно находилось на месте гибели крейсера «Москва» и проводило работы по подъему особо важных объектов с места потопления. На счету «Комунны» множество спасательных операций. За время службы судно пришло на помощь как минимум 50 кораблям, десяткам подводных лодок и даже нескольким самолетам. По словам спикера военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетячука, с потери «Комунны» Москва лишилась дорогостоящего спасательного оборудования, которое уже невозможно восстановить в Черноморской акватории. Подобные кейсы в оккупованном Крыму вы увидите еще.